Не отравленный интоксикантами организм – природная физическая норма, как две здоровые руки, две ноги или стопроцентное зрение. Кто не согласится с тем, что ребенку следует быть трезвым? Но редко говорят, что естественную трезвость для полноценной, счастливой и успешной жизни нужно сохранять всегда. Трезвость в общественном сознании не является ценностью, и человека с рождения программируют на жизнь нетрезвую. Ребенок видит, как отравляются взрослые, видит алкогольный яд на полках продуктовых магазинов. Он начинает воспринимать интоксикацию этанолом как норму, естественное и нужное занятие. Однажды он впервые потянется к алкоголю за столом, но взрослые скажут – мал еще, и отравляться не позволят. Так в детской душе появится мечта – сейчас я маленький, мне не разрешают, вырасту и начну это делать. У современных ребятишек программа формируется в раннем возрасте, физическая трезвость малыша еще сохраняется, но сознание уже исковеркано ложными установками и убеждениями. Наступит момент, когда программа даст приказ – пора, пробуй. И тогда произойдет приобщение к яду. Лизнул немного вина, оставленного взрослыми, сделал глоток пива. Неважно, какое количество яда попало в организм, в этот момент разрушается психологический барьер, уходит страх, человек лишается трезвости, программа подавляет его волю. К сожалению, приобщение к алкогольному яду зачастую происходит с подачей родственников. До окончания школы большинство наших юных сограждан уже успевают приобщиться к этой отраве. Первая проба алкоголя может быть очень болезненной, часто она сопровождается тошнотой и рвотой. Такова естественная реакция организма. Но несмотря на неприятные ощущения, запрограммированная личность скорее всего продолжит отравляться, вопреки инстинкту самосохранения. Из блока защиты программы поступят обоснования. Да, было плохо, но это от того, что я не умею, нужно учиться. Начинается постепенное привыкание к алкогольному яду. На этой ступени идет ломка биологической защиты организма. Подавляется рвотный рефлекс. Здесь же происходит то, что биологи называют инверсией ощущений. Ощущения неприятные сменяются на приятные. Как это получается? Психофизиолог Павлов проводил эксперимент по выработке необычного условного рефлекса. Собаки причиняли боль. Затем начинали сопровождать это действие подачей пищи. И через несколько повторений у животного выработался рефлекс. Боль означает еду. Колют шилом, а у зверя выделяется слюна. Пес радостно виляет хвостом. Точно так же происходит дрессировка человека алкоголем. Само по себе поглощение яда явление болезненное. Алкоголь-токсин. И здоровый организм его отторгает. Вот почему отравляющиеся стараются замаскировать вкус спиртного изделия, закусывают, запивают. Происходит пищевое подкрепление. Травятся обычно в компании, в ситуации неформального общения. Благодаря этому постепенно вырабатывается условно-рефлекторная связь, алкоголь-удовольствие. Как у собаки укол шилом начинает ассоциироваться с едой, так и у человека к алкоголю пристегиваются все приятные психологические моменты. Общение, праздничная атмосфера, вкус еды. На этой же стадии запускается еще один физиологический механизм. Организм начинает выработку противоядий на поступающий этанол. Каждый раз, когда случается самоотравление, эти противоядия помогают нейтрализовать алкогольный яд. Тело словно понимает, запрограммированный человек будет и дальше меня травить. Значит, к ядам нужно привыкать, приспосабливаться. Понтийский царь Митридат, боясь быть отравленным, специально приучал свой организм к ядам. Он настолько привык к токсинам, что когда захотел с их помощью покончить жизнь самоубийством, не смог этого сделать. Яд не действовал. Ему пришлось просить своего телохранителя, чтобы тот убил его мечом. Нечто похожее происходит и с организмом, отравляющегося алкоголем человека. Тело защищает себя и запускает невидимую химическую лабораторию. На стадии привыкания противоядия вырабатываются только после попадания этилового спирта в организм. Но в результате регулярного самоотравления их выработка начинается как ответ на любой сигнал, ассоциирующийся у человека с отравлением. Это может быть вид, запах спиртных изделий, звон стекла. Опытный организм, распознав подобный сигнал в окружающей среде, заранее выделяет противоядие на алкоголь. Эти вещества сами, в свою очередь, являются ядами. Они вызывают дискомфорт, снять который может лишь определенная доза этилового спирта. Отсюда и появляется тяга, желание отравить себя алкоголем. Такое состояние означает, что человек перешел на стадию потребности. Отравляющимся на этой стадии уже не нужен особый повод, праздник или другое важное событие. В блоке защиты появляется фраза «Хочу пью, хочу не пью». Если на ступени привыкания для людей важна культурная оболочка самоотравления, ритуалы и общения, то на ступени потребности главное побыстрее отравиться. Такие люди во время застолья могут торопить остальных. «Ну чего ты там греешь?» Им нужен этанол в определенной дозе, чтобы избавиться от дискомфорта, вызванного противоядиями. Так и возникает этот порочный круг. Часто человек уже и не хочет травиться, не хочет пропивать деньги, попадать в неприятности. Но возникает ситуация, какой-то соблазн. От программы идет приказ. Травись. Организм тут же вырабатывает противоядия на алкоголь, которые вызывают тягу. И человек совершает действия по самоотравлению, чтобы избавиться от физиологического дискомфорта. Есть такой цирковой номер. Петух танцует под аккомпанемент балалайки. Дрессируют птицу следующим образом. Ее ставят на раскаленную металлическую поверхность. Петух прыгает на ней, пытаясь облегчить свои страдания. Одновременно кто-то играет на балалайке. У петуха вырабатывается условный рефлекс. В следующий раз, когда птица слышит звук этого музыкального инструмента, она рефлекторно начинает подпрыгивать. На ступени потребности дозы алкоголя постепенно растет, достигая своего пика. В наркологии это называется стадией повышенной толерантности. Важная точка на этом этапе – момент, когда человек начинает опохмеляться. Объективно, от повторного отравления становится хуже. Но поскольку этанол обладает обезболивающим действием, отравленному кажется, что его самочувствие улучшается. Последняя ступень – моральная смерть. Она имеет следующие признаки. Разрушена значительная часть головного мозга. Личность, как таковая, утрачена. Остается лишь биологическая оболочка. Вся жизнь человека подчинена одной цели – самоотравлению. За дозу он отдаст все, что угодно. Легко готов пойти на преступление. Морально-этические нормы игнорируются. Противоядия на этанол выделяются лишь от одной мысли об отравлении, причиняя человеку нестерпимые муки. Все люди, отравляя себя этанолом, движутся по направлению к моральной смерти. Кто-то проделает этот путь за несколько лет. Многие и за всю жизнь не доберутся до последних стадий деградации. Но все отравляющиеся нанесут вред своему здоровью и умственным способностям. Невозможно снова стать культурно пьющим тому, кто уже дошел до стадии потребности. Малые дозы будут вызывать лишь дискомфорт. Окружающие не замечают никаких проблем, пока кто-то не добрался до стадии потребности. Здесь отравляющийся уже может прогулять работу, попадает в запои. Появляются трудности в отношениях с другими людьми и в семье. Но пока человек не начал проявлять первые признаки утраты контроля над своим поведением, считается, что с ним все в порядке. Мало кто понимает, что сюда он пришел через стадию привыкания. Привыкание не началось бы без приобщения, а приобщение – результат программирования, которое было запущено еще в раннем детстве. Геннадий Андреевич Шичко справедливо заметил. Алкоголизм начинается не с первой выпитой, а с первой увиденной рюмки. Часто в руках отца или матери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok